Добрый день, дорогие братья и сестры! В эти дни мы с вами празднуем Великий 20-й праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому хотелось бы поговорить о тех местах, которые связаны с событием этого величайшего 20-го праздника, пришедшего на смену празднику Воскресения Христова, Пасхи, который мы с вами совершали в течение последних 40 дней, и в то же время своим праздничным продолжением, являющегося частью такого также большого праздничного периода Пятидесятницы, в который умещаются вот такие важнейшие события христианской церковной истории, как страдание Воскресения Христовы Господа нашего Иисуса Христа, его явление своим ученикам и апостолам, и, наконец, то последнее явление, которое было совершено им перед учениками на вершине горы Елеонской, откуда он вознесся на небо, преподав оставшимся благословения, в том числе благословения на проповедь, на крещение, на просвещение всех концов земли, которые святые апостолы и совершили после того, как в день Святой Пятидесятницы, на 50-й день после иудейского празднования Пасхи, после воскресения Господа нашего Иисуса Христа, на них сошла благодать Святого Духа в Сионской горнице, после чего они исполнились необычайной силой, премудрости, получили дарование проповедовать Слово Божие на разных языках, которых прежде никогда не учили и не знали. И вот с этого времени, можно сказать, началась вообще вся земная история нашей Православной Церкви, частью которой по заповеди Спасителя сделалась и наша с вами Русская Православная Церковь, которая также была просвещена святыми апостолами, их последователями, их учениками, и где было насаждено Святое Православие. И надо сказать, что в какой-то момент времени наша русская традиция вернулась туда, где был самый исток, где было самое начало рождения христианской Церкви в пределы Святой Земли, Иерусалима, Святой Палестины, где и до сих пор сохраняется русское присутствие. Вот обо всей вот этой продолжительной истории того, каким образом совершалось в поколениях христиан после Вознесения Христа на небо, почитание связанных с этим мест и святынь, а также, так сказать, дальнейшая история вообще существования христианства, православия на этих местах и станет сегодня целью нашей беседы. Итак, гора Вознесения. Чем же она так замечательно, примечательно, знаменита? И каким образом эти ее такие священные качества, свойства проявлялись и почитались в последующие века? Ну, вообще надо начать с того, что гора Елеонская, гора Вознесения, она самым непосредственным образом примыкает к святому городу Иерусалиму. От Иерусалима Масличную гору или гору Елеонскую отделяет лишь небольшая Кедронская долина, переходящая в долину Иосафата. Иногда это используется как просто два различных названия одной и той же узкой долины. По дну, который во времена Спасителя пробегал Кедронский поток, сейчас постоянного источника воды нету, он пересох, и поэтому только во времена каких-то таких наиболее проливных дождей, в зимний период русло этого потока иногда наполняется водой. Но еще в XIX веке поток этот был, даже требовался мостик для того, чтобы можно было его миновать и перейти. А сейчас, в общем-то, в связи с изменившимися такими обстоятельствами, в том числе географическими жизни нового города и новых его кварталов, источника, который питал Кедронский поток, просто не хватает и он уже не вытекает из своего первоначального истока. И вот буквально сразу за этим потоком начинается довольно крутая, довольно высокая Леонская гора. Это самая вообще высокая точка во всех окрестностях Иерусалима. Ее максимальная высота составляет примерно 850 метров. То есть для того, чтобы попасть сюда из Сытого Града, нужно потрудиться, попотеть, особенно в такие жаркие дни, для того, чтобы по такому очень крутому склону подняться вот на те примерно 200-250 метров, которые отделяют вершину Леонской горы от ее подножия. Но, однако, те, кто совершат этот труд, будут вознаграждены тем, что окажется у тех великих многочисленных святынь, которые до сих пор, несмотря на многие столетия, покрывают собой Святую Леонскую гору. Но в древние времена чем, собственно говоря, являлась Леонская гора еще ко времени жизни спасителя? Во-первых, это одно из самых древнейших кладбищ. Первое население еще города Салим привыкло хоронить своих сродников. Вот в непосредственной близости от их города, буквально перейдя через Кедронский поток, на той стороне, на склонах Масличной горы, они вырубали, высекали погребальные пещеры и с древности существующие на востоке традиции в этих пещерах хоронили своих усопших. Также, собственно, в более и поздние времена и в времена глубокой древности гора эта всегда служила, ну, как бы мы сейчас, наверное, сказали, такими городскими огородами, вернее, садами. Здесь, уже не будучи защищенными безопасными городскими стенами, но в те периоды, когда не ожидалось никаких нападений, местные жители Иерусалима успевали развести в первую очередь, конечно, сады из всех таких сельскохозяйственных угодий. Поэтому все склоны Леонской горы с древности были усеяны, усажены древними оливками-деревьями, которые с поколения в поколение произрастали здесь, давали свои плоды. И, собственно, поэтому гора и получила название Елеонской или Масличной. В еврейской традиции она называется Горой Зейтим, то есть тоже оливковой, масличной горой Арзейтим. И здесь, естественно, среди этих оливковых садов у подножия горы стояли и во времена Спасителя, и задолго еще до них стояли общие, принадлежавшие городскому общинному хозяйству, прессы для того, чтобы, когда поспеют оливки, их урожай мог быть тут же пущен в дело. Здесь же, прямо у подножия оливковой горы, в особых маслодавильных прессах из оливок выжимали их столь полезный сок, оливковое масло, которое жители уже запечатывали в кувшины и хранили, уносили с собой в свои дома, в свои сокровищницы, для того, чтобы пользоваться ими в течение всего года. И поскольку это было место, где выжимали масло, то и само оно получило название маслячный пресс или маслячная давильня, гадшманим. Именно от этого слова происходит известное нам, но несколько изменившее в греческой транскрипции название «гефсимания». Гефсимания – это как раз таки искаженная гадшманим – маслячный пресс. Вот таковым было описание вот этой живописнейшей окрестности Иерусалима. Надо сказать, что до пришествия в мир Христа здесь тоже происходили некоторые события, отраженные в Священном Писании Ветхого Завета. Ну вот, например, во второй книге «Царство» упоминается о том, как святой царь и пророк Божий Давид во время совершившегося государственного переворота, когда власть узурпировала его красивый, но такой недальновидный и не унаследовавший при мудрости отца сын Авесалом, царь Давид с небольшой группой своих оставшихся верными ему людей, своей свиты, вынужден был бежать из своей столицы, из Иерусалима, оставив ее своему сыну, с которым он не хотел вступить в такое непосредственное столкновение. И вот на вершине этой горы, уходя и прощаясь с своей любимой столицей, которую он основал, в которой вложил столько сил и средств, он встречает верного такого себе человека, хусия-архитянина, и уговаривает его войти в доверие к юному принцу, юному королю Авесалому для того, чтобы разрушить Совет Ахитофела. Дело в том, что сам Авесалом являлся всего лишь марионеткой в руках необычайно опытного, прожженного такого царедворца Ахитофела, который отличался особенным таким талантом к манипулированию, и именно он-то, собственно говоря, и являлся подлинным организатором этого переворота для того, чтобы получить для себя от него максимальную пользу. И вот хусий под видом такого человека, который также имеет большое количество обид на Давида, внедряется в окружение Авесалома и, наконец, делает так, что Авесалом начинает слушать его, а не Ахитофела, и дает ему советы, которые окончательно разрушают все замыслы, преступные замыслы царедворца Ахитофела, и приводит Авесалома к его такому и государственному, и личному падению и кончине, который, впрочем, добрейший и обладавший необычайно нежной, любящей душой царь Давид горячо и горько оплакал, как только получил известие о гибели своего сына, сын Авесалом родал царь, чье сердце не могло смириться с утратой этого, хоть и буйного и преступного, но любимого своего отпрыска. И также затем уже другой, более покорный и мудрый сын Давида Соломон на склонах Елеонской горы строил дворцы и обиталища для своих многочисленных жен, отчего вот этот крайний крайний вершина такой трехчастной Елеонской горы получила впоследствии название горы скандал или горы поношения, ну а затем уже праведный царь Иосия разрушал все эти идольские капища, которые были построены тут его царственным предком. Но ко времени жизни спасителя Елеонская гора была покрыта также маслячными садами, деревеньками, и именно Елеонская гора стала тем местом, в котором спаситель очень часто находил себе вдохновение и приют. Ну, во-первых, из священного писания мы знаем, что именно там, на Елеонской горе лежала деревушка Вифания, та самая, где спасителя всегда были рады встретить Марфы и Марии, брат их Лазарь, где он находил по всей вероятности и для себя, и для своих учеников достаточно частый приют. Надо сказать, что остановиться в самом Иерусалиме, в особенности в дни праздников, когда, в общем-то, обычно Господь и приходил со своей проповедью, с проповедью своего учения в Иерусалим, было достаточно сложно и дорого. Иерусалим в эти дни был просто переполнен народом. Те, кто имели родственников Иерусалиме, могли почитать себя счастливыми, но надо сказать, что на самих жителей в эти дни ложилась такая особенная тяжесть и нагрузка, потому что в их домах находили себе пристанище многочисленные родственники, пришедшие с самых дальних окраин Святой Земли, а часто и из более далеких мест, из Россияния, из Александрии, из Вавилона, из других мест, куда они оказались заброшены непростую еврейскую судьбой. Вот они находили себе пристанищу своих родственников, ну и зачастую также, естественно, снимали какие-то комнаты, помещения в наем, ну и понятно, и ныне мы знаем, так сказать, те, кто когда-нибудь пытался где-то устроиться в пик сезона или в какие-то такие вот особенные дни, когда происходят там какие-нибудь футбольные матчи значимые или какие-нибудь празднества, естественно, стоимость жилья в наем поднимается в разы. То же самое происходило и в Иерусалиме. Поэтому те путники, кто победнее, а не побогаче, вынуждены были искать себе пристанище, но в каких-то таких ближних, а то и не самых ближних окрестностей Иерусалима. К их числу относился и Господь наш Иисус Христос. Поэтому он отправлялся в такое не слишком близко лежащее к Иерусалиму усиление Вифани, где и останавливался со своими учениками. Сейчас для того, чтобы попасть в Вифанию, нужно проделать довольно большой путь, такой целый крюк. Попасть туда можно только машины, нужно объезжать и Иерусалим и заезжать как бы с обратной стороны Ильонской горы. Так что когда современные паломники приезжают в арабское селение Эль-Азария, как сейчас называется древнее библейское Вифания, у них даже не возникает собственно ощущения того, что они находятся вот все на той же Ильонской горе, куда они совсем может быть недавно приходили и приезжали со стороны Иерусалима. Между тем, когда-то еще не так давно вполне можно было по следам спасителя подняться на вершину Ильонской горы, перевалить за нее и пешком пройти в ту самую Вифанию, доступ в который теперь преграждает стена безопасности, построенная израильским правительством в начале 2000-х годов для того, чтобы отсечь какую-то возможную угрозу из вот этих традиционно палестинских регионов, где живут арабы-палестинцы. Другим местом на Ильонской горе, где Господь также по всей вероятности останавливался со своими учениками, является такое место, которое называется Малая Галилея. Малая Галилея, она называется потому, что это было ну как бы такое галилейское подворье в своем роде. Дело в том, что жители Галилеи прочими обитателями, ну в особенности такой набожной части страны, как Иудеи, а тем более Святого Града Иерусалим, воспринимались как люди такие, ну не совсем полноценные иудеи, что ли. Дело ну дело здесь состояло в том, что жители Галилеи проводили свою такую ежедневную постоянную жизнь в таком плотном окружении язычников, что, как читали иудеи, делает их уже такими, ну до некоторой степени людьми оскверненными, которые не могут во всей полноте и чистоте соблюдать те религиозные заветы и те многочисленные заповеди ритуальной чистоты и праведности, которые соблюдали они и которые впоследствии вылились вот в такие сложные нормы Талмуда о том, к чему можно прикасаться, к чему нельзя прикасаться, ну и в общем все эти 613 заповеди праведности, которые каждый правоверный иудей должен стараться в своей жизни соблюдать. Вот, горельяне были людьми простыми, неучеными по большей своей части, да еще вдобавок жили среди язычников, что уже в общем бросало на них такую печать подозрения в некой ритуальной нечистоте. Поэтому жители Галилеи, которые, надо сказать, очень четко сразу узнавались своими соплеменниками по характерному акценту, они останавливались вот в таком квартале, районе, таком, как бы, можно сказать, тоже селении на вершине Ильонской горы, который назывался «Малый Галилей». Здесь они совершали какие-то определенные очистительные ритуалы, омолвения, ну и вообще постом и молитвой готовились к тому, чтобы соделать себя достойными к принятию участия в храмовых торжествах, празднествах и каких-то церемониях, ради которых они и пришли посетить Святой Град. Итак, Малые Галилея и Вифания были теми местами, в которых так часто останавливался Спаситель. Именно на склонах Ильонской горы Господь произнес очень много таких важных для своих учеников и, соответственно, для нас с вами поучений, наставлений. Именно здесь была дарована им молитва «Отче наш», образец всех молитв, молитва данная непосредственно самим Господом нашим Иисусом Христом. Именно здесь, сидя на склонах Ильонской горы, откуда так хорошо, как буквально на ладони было видно все пространство лежащего напротив великолепного иудейского храма, Господь изрекал великие пророчества о его скором разрушении, о том, что вскоре здесь не останется камня на камне. Здесь он оплакивал Иерусалим горькими слезами, здесь он произнес свою так называемую эсхатологическую проповедь, в которой вообще возвестил и о временах более близких, горестных временах осады и разорения Иерусалима, и о более дальних временах человеческой истории вплоть до пришествия в этот мир Антихриста и второго пришествия у самого Господа нашего Иисуса Христа, но уже грядущего со славой соном ангелов для того, чтобы судить живым и мертвым. И вот все эти поучения, все эти такие очень важные для нас евангельские события как раз таки были произнесены на склонах Иллионской горы, поэтому не случайно, что на Иллионе Господь дважды является своим учеником и по своим воскресеньям. По всей вероятности, это происходит как раз таки в той самой Малой Галилее, где они могли найти себе такое традиционное пристанище. Ну и вполне логично, что это место, где столь часто Господь бывал в дни своей земной жизни, становится и тем местом, на котором Он прощается со своими учениками, возносясь на небо, возносясь к Творцу всяческих, для того, чтобы принято им на себя человеческое естество обожить, то есть соделать максимально близким, приближенным, приобщить Его к божественной, нетленной, нетварной жизни, вести Его вот в это божественное существование Превечной, Пресвятой Троицы, даровать принятому на себя человеческому естеству вот такое величайшее, высочайшее достоинство, что мы с вами и празднуем в дни праздника Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Что же касается дальнейшей истории того места, на котором, собственно, совершилось Вознесение Спасителя, то надо сказать, что первый храм здесь был построен непосредственно Святой Царицей Равнопостольной Еленой, матерью императора Константина Великого. То есть буквально в самом начале IV века, по всей вероятности в начале XX-х годов IV века здесь уже высится прекрасный построенный Еленою храм, о чем упоминают многие церковные историки, в том числе и все Випамфил, Сократ и другие. Но надо заметить, что этот храм, построенный Святой Еленой, находился не на том самом месте, на котором сейчас мы совершаем поклонение Вознесшемуся Спасителю. Он находился несколько в стороне, там, где сейчас находится монастырь, называющийся Патер-Ностер, Отче наш. А та церковь, которую построила Елена, называлась по имени самой горы Елеона. Так ее и описывают первые из паломников, которые ее посещали уже в IV веке. И святая Сильвия Егерия, и Бордосский Путник, и Феодосий, все они говорят о том, что церковь, построенная Святой Еленой, она включала в себя воспоминания вообще всех таких событий, связанных с Еленской горою и с пребыванием Господа нашего Иисуса Христа. И в таком качестве эта церковь Елеона играла очень важную роль вообще во всей богосужебной жизни иерусалимских христиан. Надо сказать, что паломница Сильвия, или Игерия, или Этерия, как ее по-разному называют, она оставила нам очень подробное описание богосужебной жизни Иерусалимской церкви, и в частности празднование Страстной Седмицы и Святой Пасхи. И в течение нескольких раз за этот праздничный период жители Иерусалима, представители Иерусалимской церкви, они поднимаются, совершают вот такой крестный ход к церкви Елеоны и читают там такие важные какие-то чтения из Священного Писания, из Евангелия. В частности, там прочитывается та самая эсхатологическая проповедь Господа нашего Иисуса Христа с его предсказаниями о будущем мира и о конце света. Там же совершалось чтение Страстных Евангелий. То есть много из того, что мы сейчас совершаем в Храме Гроба Господня, ну и соответственно в Храмах в продолжении Страстной и Святого Седмиц как раз таки очень многие эти чтения произносились во время крестных ходов вот к этой самой церкви Елеона и это было таким местом, где совершались многие торжественные богослужения годового круга праздников Иерусалимской церкви. Только в конце 4 века по всей вероятности около 384 года некая благочестивая римская Матрона богатая женщина которую называют либо Помонией либо Пеменией строят уже отдельный храм именно в честь вознесения Господнашего Иисуса Христа на самой вершине горы на самом возвышенном месте точки для того чтобы насколько можно ближе приблизить это место к тому небу куда вознесся спасители очень интересна была вообще форма и устройство этого храма храм был построен круглым и состоял из двух галерей у этого храма не было кровли он был полностью в любое время года открыт небо ну возможно в дни непогоды там натягивались какие-то такие парусиновые тенты как это зачастую делалось над арендами например в античных римских цирках и театрах но вообще по замыслу храма строительницы куполом для этого храма должно было являться то самое небо куда вознесся господь наш Иисус Христос зато вот эти колоннады из которых состояли собственно стены храма круглые они были такими ажурными и застекленными то есть храм производил впечатление такой драгоценной хрустальной шкатулки стоящей на вершине горы если еще добавить к этому что в храме всегда горело огромное количество лампад то можно себе представить какое-то было невероятно красивое зрелище особенно предположим если наблюдать его из Иерусалима в ночное какое-то время темной ближневосточной ночью когда на вершине Леонской горы как такой чудесный фонарик светился этот круглый храм со всех сторон покрытый окнами застекленный и наполненный большим количеством лампад внутри храм являлся своего рода маяком для всех кто стремился к Иерусалиму с разных сторон все кто подходили к Святому Граду в первую очередь встречали своими взорами и собственно говоря еще издалека этот храм служил для них вот ориентиром к которому они стремились на который они шли поскольку как раз таки через Елеон проходило несколько таких важных дорог в том числе и те дороги по которым ходил и приходил в Иерусалим Господь наш Иисус Христос Спаситель с этой стороны собственно ведет и дорога та дорога из Галилеи которая проходит через Иерихон и затем круто поднимается к Иерусалиму туда же приводит и та дорога которая ведет из Самарии и тоже из Галилеи поэтому в общем-то основные пути они все сходились в Иерусалим через вершину Илеонской горы и вот таким ярким светящимся ориентиром для всех путников византийского периода было вот это прекрасное здание построенное благочестивой римлянкой Пимени или Помоной но к сожалению судьба этого храма его участь разделила судьбу и всех остальных большинства остальных прекрасных великолепных древних построек благочестивых византийцев на святой земле в первую очередь он был разрушен во время нашествия персов в 613 году подвергся разрушению затем на короткое время был восстановлен святым патриархом иерусалимским святителем Модестом но вскоре последовало в 7 веке арабское завоевание и храм этот в последующие века постепенно приходил в упадок пока ненавистник фанатичный всего христианского великолепия безумный египетский султан Аль-Хаким из династии египетских фатимидов своей ревности ко Христу не отдал приказ разрушить все сколько-нибудь значимые церковные святыни подвластного ему в то время Иерусалима тогда был разрушен и храм гроба Господня тогда же окончательно пришел выпадок и был разрушен и храм на Ильонской горе в 1006-1009 годах были совершены вот эти все по приказу Аль-Хакима варварские разрушения прекрасных храмов и святынь Святой Земли восстанавливают этот храм уже крестоносцы они сохраняют приблизительно его изначальную такую конструкцию которая состояла вот именно в том что храм был окружен вот такой ажурной красивой легкой стеной а в центре него по подобию храма гроба Господня находилась кувуклия то есть небольшая такая часовенка служившая алтарем где хранился и отпечаток ноги Господа нашего Иисуса Христа ну по крайней мере по вере многочисленных поколений паломников вот эта вмятина в камне в форме человеческой стопы являлась отпечатком его левой левой стопы вознесшегося спасителя его правая стопочка почиталась на храмовой горе и до сих пор собственно находится там вот под этим золотым куполом кубата Сахар который многие неправильно называют мечетью Амара вот там как раз таки хранится и вот это правая стопа спасителя отпечаток ее которая была туда перенесена с Иллионской горы уже в правление мусульман единственное что крестоносцы несколько меняют форму храма они делают его не круглым а восьмиугольным и вот в такой форме ну приблизительно храм доживает до нашего времени хотя успевает к несчастью превратиться в такую очень грубо сделанную мечеть в 1200 примерно году совершается очередная попытка восстановления храма вознесения на горе Иллион а затем на долгие годы он становится мечетью в 1620 году к нему пристрая к этому месту пристраивают минарет стена заполняется такими очень грубыми камнями те так сказать вот ниши окна которые этот храм отличали а непосредственно ну и превращается в такой вот просто огороженный двор а рядом строится уже современная мечеть куда ходят молиться сами мусульмане по четвергам совершая здесь свое моление и до сих пор но тем не менее на это место традиционно всегда пускали христиан во все годы и мамлюкского и затем турецкого владычества и на месте вознесения всегда все христианские конфессии по очереди совершали богослужение и в сам праздник вознесения ну и в какие-то такие даты когда кто-то желал отсужить там литургию и специально особым образом договаривался с турецкими властями о том чтобы это было ему разрешено этот порядок попытались нарушить армяне в 1834 году они построили пристроили к мечети вознесения небольшой монастырь и попытались захватить полностью всю территорию мечети вознесения вот бывшего храма вознесения пользуясь поддержкой ибрагима паши правителя египта который в это время попытался отделиться от турецкой империи но это самоуправство армянской церкви вызвало большие волнения среди остальных христианских конфессий в первую очередь православных которые обратились к императору николаю первому и император николай первой который надо сказать в это время оказал огромную услугу турецкому султану о чем немногие у нас знают в 1835 году во время мятежа иначар в стамбуле наше правительство высадило в столице турецкой империи русский десант который подавил мятеж иначар освободил турецкого султана ну и сделало его таким дружественным и обязанным по отношению к российскому правительству человеком даже была выпущена такая специальная медаль за стамбульский десант 1835 года и вот особая комиссия была послана турками которые в 1839 году восстановила то что называется прежде существовавший статус кво когда в свою очередь в свою череду на месте вознесения на праздник вознесения все христианские конфессии Иерусалима которые в этом статус кво находились могли совершать свои богослужения в праздник посвященный вознесению Господу нашего Иисуса Христа ну до сих пор точно так же тем же самым порядком это совершается и сейчас в Иерусалиме те кто смогут оказаться там вот в эти святые праздничные дни могут приобщиться и к торжественному богослужению которое совершается на месте вознесения все остальные могут попасть на место где стоял этот прекрасный храм поклониться стопам Господа нашего Иисуса Христа ну к сожалению заплатив некоторую необходимую мезду которую берут мусульманские привратники этого места и сделать это можно в любой день естественно кроме четверга кроме пятницы когда в пятницу у мусульман день особой такой молитвы и они на свои священные места не пускают каких-то посетителей вот такова история того места откуда вознесся Господь наш Иисус Христос впрочем история неполная поскольку в следующих беседах этого цикла мы с вами расскажем и о других эпизодах весьма насыщенной такой полнокровной очень порой бурной жизни Елеонской горы которая сама составляет такую ну как бы целую весьма на мой взгляд увлекательную интересную повесть внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры Продолжение следует...